Приветствую вас. И ситуация заключается вот в чем. Есть девушка, у этой девушки ребенок. Девушка старше вас на 10 лет. У нее проблемы с мульем, с которыми, судя по всему, ее бьет. Вы за этой девочке ухаживаете, у вас вроде бы что-то получается, она реагирует положительно на то, что вы делаете, и вообще-то говоря, ей нравится, ей нравится, ваше внимание. И все хорошо, но появляется другой человек, который танк мне волнует эту девочку. И вы чувствуете себя прочным, преданным. И думаете, что женщины любят тех, кто на них не обращает внимания. И у вас есть мысль даже стать такими. Правда заключается в том, что у каждой женщины свой тип того, что ей нравится. И свой тип мужчин, который нравится. И каждая женщина оказывается в ситуации своей уникальной. И эта ситуация, она по-разному на нее влияет. Вот, прежде чем меняться вам, давайте попробуем подумать, что же, собственно, происходит с девочкой. А девочка происходит следующее. Что она не чувствует себя женщиной. Она не ощущает себя достаточно женщиной в семье. Ну, потому что мужчина ее бьет, потому что мужчина у нее проблемы и так далее. Так, правильно? Но, тем не менее, она до сих пор с ним. Значит, вот вы говорите, что она была в разводе с мужем, но не получалось, чтобы он ушел. Вы знаете, вот эта вот ситуация, когда женщина вроде бы как в разводе с мужем, но не получается, чтобы он ушел. Вы, конечно, скорее всего, не согласитесь с этим. Но если женщина не уходит от мужчины и не вынуждает мужчину уходить, то простите, в чем-то ей удобно. Что-то он для нее делает, что-то он для нее значит. И вот эти вот все разговоры, что я не могу, что он не уходит, это все оправдание. Это все рационализация. Потому что, ну, смотрите, мужчина, который женщина подавляет, он что делает? Он мешает ее развитию. Он мешает ее свободному, естественному процессу жизнедеятельности. Она его, как бы, оставляет. Ну, мы говорим по итогам. То есть, по итогам. Вот она с ним, да, она его оставляет. И она, как бы, соглашается на то, что он блокирует ее развитие. И это означает, что она соглашается на это. Ради чего? Да, мужчина может ее уговаривать, мужчина может ее как-то принуждать и так далее, но она соглашается. Она ведь на это идет, значит, что-то ей нужно. Вот постараемся с вами исходить как раз из того, что ей что-то нужно. От мужа моего. И это желание, ее желание получить от мужа столько. Она довольно сильно. Сильно настолько, что она терпит от всего вот такие, такое отношение, такие поступки. Это означает, что для девушки важны ее желания. И вы, наверное, уже примерно догадываетесь о том, к чему это ведет. Потому что, если для человека важны его собственные потребности, то она будет искать эти потребности там и везде, где только можно. И если она не получает чего-то с мужем, того, что нужно ей, то она будет искать, конечно же, это на старте. И она это получает. Она с вами от вас получает то, что ей нужно. И от другого мужчины она тоже получает что-то, что ей нужно. Спросите вы. И вопрос будет совершенно логичный и правильный. А почему же тогда она хочет быть и со мной, и другим мужчиной? Почему она хочет нравиться нам обоим? Почему ее так задевает, что он не обращает на нее внимание? Почему? Ответ прост. Муж принижает ее смартфон. Муж не дает ей чувствовать себя женщиной. И она стремится это восполнить с другими мужчинами, в частности с вами и с коллегой. И когда коллега не обращает на нее внимание, она чувствует себя униженной. Она чувствует себя подаченной. Именно потому, что у нее есть комплекс, скажем так. У нее есть комплекс неполноценности как женщина. И она старается за счет вас самоутвердиться. Она старается поднять свою самооценку. В этой ситуации, когда для своего мужа она супруга, причем супруга самым негативным, в смысле этого слова. Когда она еще и мать, то есть она обязана ребенку что-то отдавать, да, как родитель. Когда она коллега, нет у нее ощущения, что она полноценная женщина. И всеми силами она старается вот это восполнить. И поэтому в ее случае не действует такое правило, что женщины любят тех, кто не обращает на них внимания. Вашей женщине нужна ласка, внимания. Нужна много внимания. И не одного мужчины. Чтобы почувствовать себя женщиной. Чтобы компенсировать то, что не дает ей мужчина. И вы спрашиваете, вот последний ваш вопрос, вы спрашиваете здесь, уважаемые профессионалы, я вот думаю, что делать. Вы знаете, я вам скажу так, что поскольку вы занимаетесь в жизни женщиной, важное все-таки ее место, вы имеете для нее значение. Но она все равно как бы не с вами сейчас полностью. Она с мужем. Она с ним. Да, у них там развод, у них тяжелые отношения, но она все равно с ним. И вот до тех пор, пока она с ним, ни вы, ни тот другой коллега не будете с ней полностью. И в этой ситуации вам необходимо понять, что ничего не изменится, если вы, скажем, разорветесь с ней. Или вы останетесь с ней. Потому что формально она не ваша и не коллега. Формально она все еще женщина того мужчины, которым она сейчас живет. И пока она сама не решится на то, чтобы от него уйти, то, что вы думаете, то, что коллега думает или не думает, неважно, это иллюзия. Женщина все равно будет использовать. А со стороны это выглядит именно так. Она использует вас обоих для достижения своих целей. Только использует, как бы сказать по-разному. Вот вы с ней готовы на отношениях. Коллега или понимает, что это бесперспективно, или как он ведет себя с ней. То есть, что показывает ей свое безразличие, чтобы она видела, что для того, чтобы быть с этим мужчиной, ей требуется там что-то большее. И она понимает, что она не может дать этого большего мужчине. Выбирает вас, который готов принимать ее сейчас, на данном этапе. И обеспечивать ее всем необходимым. Лаской, теплом, заботой, помощью и любовью. И именно поэтому она с вами, потому что вы даете ей то, что нужно ей. Мечтает о другом мужчине, у которого планка выше, но который ей не доступен. А по факту, не принадлежит ни вам, ни ему. Потому что до сих пор не может отпустить отношения со своим мужем. Обычным, небывшим, не важно. И поэтому в этой ситуации, что бы вы не сделали, в общем, все останется так же. Ну вот, допустим, вы ее бросите. Хорошо. Вы ее бросите. И будете наблюдать, как она пытается сблизиться с коллегой. Допустим. Будете ревноваться. Будете думать, что сами подтолкнули ее к этому мужчине. А если будете видеть ее одну, наоборот. А будет ей жаль. Потому что вам кажется, что вы ее бросили, ее предали. Как так. Она бедная, несчастная, одна и прочее. И знаете, тут же вам нужно решить для себя, что если изначально вы делите женщину с другими мужчинами, а вы так иначе ее делите с мужем, то вам нужно быть готовым делить ее из других мужчин. Потому что если человек делится между двумя, то может поделиться между тремя и так далее. А если человек принадлежит одному, то он принадлежит только одному. То есть, если человек сам для себя допускает возможность, что вот она может быть и с мужем отчасти, и с вами отчасти, то ее ничего не стоит с моральной точки зрения, и с точки зрения своих потребностей, быть еще с кем-то. Ну просто потому что это уже проще. Просто потому что это уже легче. Это уже статистика. А вот вам нужно решить для себя. Вы готовы вообще-то на такие отношения, где вы делите человека с кем-то? Не важно кто это, коллега, мужчина, ее, кто-то еще. Вы готовы ее здесь делить? А если вы готовы ее делить, то ради чего вы готовы ее делить? Думаю, что если бы вы были готовы делить ее с кем-то, вас бы здесь не было. И отсюда не сложный вывод, что может быть вы уже теряете надежду на то, что с кем что-то получится. Может быть вы уже не надеетесь, что она будет с вами. Вы понимаете, что она как бы мотивирует себя только лишь своими желаниями. Вы это чувствуете. И если это так, то вы уже подсознательно подходите к тому, что этот человек ненадежен. Ему нельзя доверять. Ему нельзя как бы вверять свою жизнь. На него нельзя положиться. И тогда в этой ситуации вам нужно сделать следующее. Поскольку и слухов, и поведения, и все это будет много, и это вряд ли закончится, то вам, чтобы не страдать, можно сказать вашей девушке примерно так. Дорогая, мы с тобой были достаточно долгое время. Я бы хотел, чтобы ты уже определилась с кем-то. Со своим бывшим мужем, с коллегой или со мной. Чтобы ты сделала выбор. И вот этот выбор сделай, пожалуйста. И я готов принять своего ребенка, если что. Я готов помогать вам. Я готов жить с вами. Я готов все для вас сделать. Но только если ты сделаешь сама выбор. Потому что так я больше не могу. Ну не могу я больше делить тебя с другими мужчинами. Я хочу быть с тобой. А так получается, что я топчусь на месте. Я вроде бы с тобой, но в то же время чувствую, что ты не до конца моя. А так я не хочу. Вот поставьте ее перед таким условием. Спровоцируйте ее на поступки, на поведение, на выбор. Пусть она сделает этот выбор. По крайней мере в отношении вас. И вы увидите, что скорее всего, человек относительно легко с вами расстанется. Потому что вы перестали ее удовлетворять. Вы перестали отвечать ей в желание. Которое для нее важно. Но по крайней мере, вы сами для себя это увидите. Увидите наглядно, воучшую. И тогда, сможете опустить и жить дальше. Или же наоборот. Она скажет вам, что хорошо. Я без тебя не могу. Я буду с тобой. И буду с тобой жить. В любом случае, какой-то результат вы получите. И этот результат поможет вам скорректировать свое поведение так, чтобы оно адекватно отвечало вашим требованиям. Вашим желаниям, стремлениям, идеалам, ценностям. И это будет означать выход из ситуации, которая сложилась. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Субтитры создавал DimaTorzok